Здравствуйте, я Кеннет Копленд. Это передача «Победоносный голос верующего». Эти передачи очень особенные по нескольким причинам. Но я хочу сейчас коснуться того, что было настолько сильным во мне и на мне, когда я проповедовал эти послания. И это настолько важно не попасться в жизни. О, нет. И не быть оглушенным чем-то, а затем не знать, что делать, и просто выдать серию спонтанных реакций. «Господь, почему я?» Подобного рода фразы вырываются из ваших уст и возгревают много страха. Те первые слова, которые выходят из ваших уст, первые действия, которые вы предпринимаете, определяют курс либо на победу, либо на поражение. Либо на победу, либо на поражение. Я разговаривал с людьми, которые тесно связаны с обучением. Они понимают обучение. Я понимаю обучение. Я по-прежнему обучаюсь. Я дважды в год прохожу периодическое обучение в летной школе. Мы тренируемся в своем пилотировании самолета. Вы садитесь в этот тренажер, имитатор полета. В нем все приближено к реальности. И вам приходится разбираться с разного рода авариями и критическими ситуациями. Пот течет вам в глаза. Я имею в виду, что оно все настолько реально, насколько это только возможно. Разве что только вы не разбиваете самолет. Я живу так, как я живу. И это то, за что вам нужно действительно ухватиться. Если для вас это стало большим шоком и нанесло вам удар прямо между глаз, когда произошел обвал на фондовой бирже, о, я потерял все свои пенсионные накопления. Послушайте, если все ваши пенсионные накопления были в этой фондовой бирже, вы знали, что этот рынок непостоянен, изменчив и глуп, как переменчивая, нехорошая женщина. Вы знали, что он ни на что не годится, когда вкладывали туда свои деньги. Это не должно было вас так шокировать, когда он потерпел крах. Если ваше упование и вера в этом, тогда ваше упование и вера терпят крах. И то, как вы реагируете на это, убьет вас. Итак, как это делать? Мы будем говорить об этих вещах. Постарайтесь не пропускать эти передачи. Я хочу прочитать вам сейчас это местописание перед тем, как мы перейдем к сегодняшнему посланию. Иаир пришел к Иисусу и сделал свое заявление вера. Он сказал, дочь моя при смерти. Если ты придешь и возложишь на нее руки, она будет жить. Но затем пришли и сказали, дочь твоя уже умерла. Тебе больше незачем беспокоить этого проповедника. Иисус, услышав это, сказал ему, не бойся, только веруй, и спасена будет. Это был ответ Иисуса. Проговорила смерть, проговорила бедствие, ударила этого человека прямо между глаз. Но Иисус ответил, и это ключ к успеху. И Иаир больше не открывал своих уст. Он позволил Иисусу говорить, Иисусу исцелять. Иисусу. Эй, вам это понравится. Вам понравится. Слава Богу! Господь, мы благодарим Тебя, и мы прославляем Тебя, и мы поклоняемся Тебе сегодня. Мы открываем наше сердце, и мы открываем наш разум для откровения с небес. Откровение из Твоего Великого Сердца. Мы благодарим Тебя, и мы прославляем Тебя, потому что мы знаем сегодня, что бы ни происходило вокруг нас, над нами, через нас, нами, под нами, за нами и из-за нас, Ты в этом с нами. Аллилуйя! Ты никогда не оставишь нас, и не покинешь нас до скончания века. И мы воздаем Тебе хвалу. И мы благодарим Тебя, и поклоняемся Тебе. Аллилуйя! Слава Богу! Аминь! Повернитесь и пожмите руку двум или трем людям. Улыбнитесь так широко, как вы только можете, и затем вы можете садиться. Слава Богу! Давайте обратимся к восьмой главе Евангелия от Луки. Луки, восьмая глава, сорок первый стих. Вы уже там? И вот, или смотрите, Пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги. И, падши к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом. Евангелие от Марка, описывая этот случай, говорит, что Иаир сказал Иисусу, «Приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Это последнее, что сказал Иаир. Он сделал свое заявление веры. Он сказал свое утверждение Иисусу. Закрыл свои уста и последовал за ним. Иаир просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его. И женщина, страдавшая кровотечением двенадцать лет, которая, издержавши на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена. Итак, эта женщина не просто была больна. Вы это понимаете. Она не просто страдала кровотечением. Она была разорена. Очевидно, она была состоятельной женщиной, потому что она двенадцать лет тратила деньги на врачей. Но она не только оставалась по-прежнему больной. Вдобавок к этому, она еще и была разорена. Она, подойдя сзади, коснулась края одежды его. И у Иаира была возможность все испортить. Он направлялся к своему дому. Он думал о своей дочери. Иисус возложит на нее руки, и она будет исцелена. Она будет здорова, она будет жить. Он возложит на нее руки. И вдруг Иисус останавливается и спрашивает, «Кто прикоснулся ко мне?» И Иаир думает, «Что он делает?» Вдруг тут пристает эта маленькая женщина. Я прикоснулась к вам. Откуда мы знаем, что она страдала кровотечением? 12 лет. Откуда мы знаем, что она потратила на врачей все, что у нее было, и осталась банкротом, но не смогла получить от них никакой помощи? Откуда мы знаем, что она подошла сзади в толпе, ибо она услышала об Иисусе? Откуда мы все это знаем? Потому что Писание говорит, что она все ему рассказала. Она свидетельствовала обо всем этом в то время, как Иаир вынужден был стоять там и слушать это. Не могли бы мы позже с ней поговорить? Я знаю эту женщину, она в моей церкви. Она может говорить, пока у козла рога не отвалятся. Пусть Бог ее благословит, я знаю, что она была больна, но Господь, моя девочка, моя девочка умирает, идем же. Но у него хватило ума не открывать своих уст, и он просто занял свою позицию веры, и просто стоял на этом, не сказал больше ни слова. И он уже сказал свои слова веры, и он следовал за Иисусом. Иисус останавливается, я останавливаюсь. Иисус идет, я иду, и я буду делать все, что он говорит. И это становится здесь очень, очень классически важно, поскольку это был ключевой момент ко всей ситуации. Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, Иаир стоял настолько близко к Иисусу, что Иисус, вокруг него толпились люди, я имею в виду, что они находились в толпе, и они были зажаты там. И Иаир был прямо рядом с Иисусом. Та женщина прикоснулась к краю молитвенного покрывала Иисуса. Он остановился и спросил, кто прикоснулся ко мне? Он видит Иаира. И вот так рядом, прямо там, и он выслушивает эту женщину. Иисус послужил ей. И так это очень важно. Иаир слышал, как Иисус ей служил. Он слышал, как Иисус назвал ее дочерью. О, моя дочь является такой же его дочерью, как и эта женщина. Разве вы не знаете, что это помогло ему? О, да. И Иисус сказал, дочь, вера твоя спасла тебя, или сделала тебя целостной. И Иаир думал, да, и моя вера тоже сделает мою дочь целостной. Приди, возложи на нее руки, и она будет жить. И Иаир просто зациклился на этом. И тут пришли плохие известия. Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, дочь твоя умерла. Не утруждай учителя. В нашем переводе Библии используется слово учитель, но в оригинале сказано рави. Не утруждай больше рави. Что ж, вы не знаете этого рави, если думаете, что утрудите его смертью. Вы не знаете этого рави, если думаете, что ваши финансы настолько потрачены впустую, что уже никто не сможет их вернуть. Вы не знаете этого рави. Если думаете, что только лишь потому, что кто-то принес вам какие-то плохие известия о вашей семье, какие-то плохие известия о вашей работе, какие-то плохие известия о вашем кредите на дом, какие-то плохие известия о чем бы то ни было, вы не знаете этого рави, если думаете, что плохие известия утрудят его и доставят ему проблемы. Единственная проблема, которая у него с этим есть, это если вы позволите этому добраться до вас. Если вы развернетесь и скажете, ну, наверное, уже слишком поздно. Итак, заметьте следующее. Но Иисус, услышав это, сказал ему, это важно, это просто гигантски важно. Иисус услышал, что сказал тот человек. Тот человек говорил не Иисусу. Да? Или нет? Нет. Я позволю вам посидеть и немного задуматься над этим. Вы сразу сообразите. Подумайте. Подумайте об этом. Если вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Саввел, Саввел, что ты гонишь, христиан? Нет, он не это сказал. Что ты гонишь, тело Христово? Нет, он не это сказал. Он сказал, Саввел, Саввел, что ты гонишь, меня? Очень лично. Что касалось Иисуса, он не вмешивался. Но как только Иаир пришел и отдал ту ситуацию в его руки, после этого все, что вы говорили Иаиру, вы говорили Иисусу. И когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему, «Дочь твоя умерла, не утруждай, рови». Но Иисус, услышав это, сказал ему. Иисус, услышав это, сказал ему. Иисус ответил на это, и у Иаира даже не было возможности открыть свои уста. Да, нет, может и так, и так далее. У него даже не было возможности открыть свои уста. Иисус сразу же вмешался в это. Итак, Иаир высвободил, передал свою веру Иисусу. А теперь Иисус передал свою веру Иаиру. И его вера намного больше веры Иаира. Я представляю. Разве вы не знаете, что Иаир сказал? А, хорошо. Вы чувствуете себя трехлетним ребенком. И вы рады быть там. Посмотрите, что Иисус сказал. Посмотрите. Иисус сказал ему, «Не бойся». Дословно он сказал ему, «Останови страх». И он бы ему этого не сказал, если бы Иаир не мог этого сделать. Никогда не возражайте Иисусу, говоря, «Да, но я ничего не могу с этим поделать». Я сказал вам держать свой болтливый рот на замке и делать то, что сказал Иисус. «Остановите страх». «Как мне это сделать?» Я скажу вам буквально через минуту. Не уходите сейчас. Останови страх. Только веруй. Не заражай, не отравляй свою веру и то, что ты мне там сказал. Не заражай, не отравляй свою веру, то, во что ты веришь. Страхом. Допускать страх – значит заражать, отравлять веру. Не делайте этого. Замолчите. Не бойся. Не бойся. Только веруй. И, посмотрите на это. И спасена будет. Или «И будет сделано целостной». Теперь вы можете видеть, где проходит линия связи. Ты останови страх, и она будет сделана целостной. Ты не остановишь, она не будет. Если бы Иаир сказал, «О, да, но, Господь, она уже умерла, почему ты позволил, чтобы со мной это произошло? Я служил в синагоге, я все эти годы делал все эти вещи, и я не понимаю, почему я не могу получить здесь какой-то помощи. Прямо посреди всего этого, «О, Боже, о, горе мне!» Все это основано на страхе. И в действительности, когда вы берете такого рода реакцию и срываете с нее всю религию и жалость к самим себе, и смотрите, что же это в действительности такое, то фактически вы осудили Бога. «Ты должен был сделать это, и не сделал. Ты допустил, чтобы со мной это произошло. Ты допустил дьяволу сделать это мне». Возможно, это является ответом на вопрос, насколько можно стать глупым. В какой бы ситуации вы ни находились, если вы так поступали, покайтесь прямо сейчас. Не тяните с этим и пяти секунд. Покайтесь прямо сейчас. Это грех. Вы не должны никого судить, тем более Бога. Он дал вам все, что у Него есть. Позвольте мне вам кое-что сказать. Он не допускал, чтобы с вами это произошло. Вы допустили, чтобы с вами это произошло. Дьявол не имеет над вами никакой власти, за исключением той, которую вы сами ему дали. Дьявол был лишен всего, что у Него было. А у вас есть имя Иисуса, у вас есть Слово Божье, у вас есть всеоружие Божье, у вас есть Дух Святой, у вас есть сила Духа Святого, у вас есть целая книга, полная могущественных слов, связанных с живым Богом, и право, и власть говорить их. И Иисус сказал, «Останови страх, не бойся, только веруй, и она будет сделана целостной». Приведите в действие свою веру, и затем остановите страх, и только верьте. Вы будете сделаны целостными. Вы выберетесь из этой финансовой ловушки. Вы выйдете из этой больничной палаты. Вы выберетесь из этой семейной ситуации. Вы выйдете свободными. Слава Богу! И никакой бес в аду не сможет вас остановить. Аминь! Аллилуйя! Аминь! Слава Богу! Меня делает счастливым то, о чем я проповедую. Слава Богу! Аминь, аминь и аминь. Итак, Он сказал, «Не бойся!» Давайте обратимся к первому посланию Иоанна. И на этом мы и закончим. Первая Иоанна. Вторая глава. Я скажу вам вот что. Давайте сначала прочитаем кое-что из первого Иоанна. Это очень знаменательно, что этот стих Писания находится в самой первой главе этого послания. В первом стихе говорится оба Иисусе. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осизали руки наши. О слове жизни. «Ибо жизнь и явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам. Зачем, Иоанн? Чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». Иоанн старец или старейшина. Иоанн, тот человек, которому Иисус доверил заботу о своей матери, когда висел на кресте. Человек, который написал Евангелие от Иоанна, первое, второе, третье послание Иоанна и книгу Откровения. Человек, которого несколько раз пытались убить, и не смогли. Они не смогли его убить. История гласит, что однажды они попытались сварить его в масле, но он не умер. Что ж, это ничем не отличается от тех еврейских юношей в раскаленной печи. Кто-то присоединился к нему в той бочке, аллилуйя. Итак, «Не бойся, и она будет сделана целостной». Что ты на это скажешь, брат Иоанн? Чтобы и вы имели общение с нами. У вас есть такие же взаимоотношения с Отцом и Его Сыном Иисусом, какие есть и у меня. Я видел Его. Я осязал Слово Жизни. Я знаю Его лично. Я жил с Ним все эти многие-многие-многие годы. И говорю вам, вы находитесь перед Ним в таком же положении, что и я. Вы можете общаться со мной. Я имею в виду, что если бы Он был здесь сегодня, Он бы сказал, «А, давайте же! Что вас смущает в этом апостольстве, брат? Забудьте о том, что я апостол. Эй, вы любите Иисуса, я люблю Иисуса. Он любит вас, Он любит меня. Мы в этом вместе, дружище. Это здорово, не так ли? Почему? Иоанн был апостолом любви. Он должен был это сказать. Именно поэтому они и не могли его убить. Вера действует любовью. Все оружие Божье действует верой, которая действует любовью. Благословение Господне, которое обогащает и печали с собой не приносит, действует верой, которая действует любовью. И совершенная любовь изгоняет страх. Мы просто соединили вместе две эти струи. Не бойтесь, действующая. Развивающаяся любовь изгоняет страх. Это та часть, которую дьявол не хотел, чтобы вы узнали. Аминь. Но он неудачник. Итак, «Сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна». У вас неприятности. Читайте 1 Иоанна. У вас неразбериха в семье. Читайте 1 Иоанна. Все идет плохо в финансовом плане. Читайте 1 Иоанна. Он сказал, «Я пишу вам это, чтобы ваша радость была совершенной». Потому что радость Господа – наша сила. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Все преодолев, стойте. Стойте, 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 стойте. Слава Богу. Не ложитесь и не плачьте. Встаньте, если будете плакать. Плачьте стоя. Аминь. Слава. Здравствуйте, я Коннет Копланд, и это передача «Победоносный голос верующего». Слава Богу. В мире происходят великие и удивительные вещи. О, брат Копланд, о чем вы говорите? Где вы были? Все разваливается на части. Фондовая биржа терпит крах. О, что мы будем делать? Боже мой. Вы думали, что фондовая биржа была самими небесами? Нет, нет, Иисус пришел не для того, чтобы принести нам фондовую биржу. Он пришел для того, чтобы принести нам жизнь, и чтобы мы имели ее с избытком. Слава Богу. И вам нужно знать, как развивать свою веру, и как ходить в том, что Бог... Знаете, задумайтесь над этим. Что если бы утром вам предстояло сражение? Вам нужно находиться в таком положении, когда дьявол никогда не знает, что вы собираетесь делать. А вы знаете, позвольте мне прочитать вам это местописание, и затем мы приступим к сегодняшнему посланию. Это то, что Бог сказал Иисусу Навину. «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им». Это было прямо накануне сражения. Он не знал тех людей, он не до конца был уверен в том, что с ним будет, но послушайте, что Бог сказал ему делать. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Ага, жизненный тренажер. Эта книга является книгой команд жизненного тренажера. Это та комната, о которой говорил Иисус, в которую вы заходите и начинаете поучаться, размышлять над Словом Божьим. И вы берете эти случаи в жизни Иаира, в жизни Петра, Иоанна, Иакова, Иисуса, Иисуса Навина, Давида, Моисея и Даниила, и то, как Слово Божие развивалось в них, и вы размышляете над Ним, вы думаете о Нем. Давайте приступим. Страх движет людьми, которые не знают веры, не знают Бога, не знают этих принципов и того, как в них ходить. Поэтому скажите это. Я отказываюсь бояться, потому что я был избавлен от страха. Что дает мне власть в имени Иисуса. Страх. Оставь меня во имя Иисуса. Итак, совершенная любовь изгоняет страх. Это 1 Иоанна 4,18. Я дам вам места Писания. Просмотрите и изучите их позже. 17 глава Евангелия от Иоанна. Иисус молился. Отец, покажи им, что ты любишь их так же сильно, как ты любишь меня. Для религиозного разума это трудно даже проглотить. А еще вдвойне труднее для закореневшего грешника, которым был я, который приходит с улицы и узнает о том, что Бог любит его так же сильно, как он любит Иисуса. Когда я это прочитал, у меня тряслись колени. Я начинал говорить это два или три раза. Я буду говорить это, если у меня дух не перехватит. И оно почти так и было. Но я сказал, это слова Иисуса, и я принимаю их. И я начал исповедовать это. И во мне начала подниматься моя вера. Говорю вам, мне захотелось сорваться с места, подобно быку. Мой Бог любит меня так же сильно, как он любит Иисуса. Что бы произошло с Иисусом в этой ситуации? Что произошло с ним, когда они атаковали его и попытались побить его камнями? Помните, что он сделал? Он просто применил свою веру и обетование. Писание говорит, что он ходил среди нас, как свет. И они не постигли, не поняли его. Итак, что он сделал? Писание говорит, что он скрылся, скрыл себя и ушел. Куда он пошел? Куда он пошел? Как вы можете побить камнями того, кого вы не можете найти? Да, но брат Копланд, это же был Иисус. Я знаю. И он живет в вас. Тот же самый Дух, который воскресил его из мертвых, живет в вас. Мой отец любит меня так же сильно, как он любит Иисуса. И вы начинаете цитировать это. Вы начинаете цитировать это. Вы начинаете цитировать это. И вы цитируете это место Писания из послания к римлянам. Любовь Божья излилась в мое сердце Духом Святым. И вы начинаете цитировать это. И вы начинаете говорить это. И что тогда происходит? Вы не можете говорить это так, чтобы любовь Божья не приводилась в вашем Духе в действие. Вы не можете говорить это так, чтобы Дух Святой не укреплял вашего внутреннего человека своим Духом. Аллилуйя. И вы начинаете возрастать внутри. Вы начинаете расширяться внутри. И вдруг внутри вы начинаете становиться больше, чем вы снаружи. В вашем Духе нет страха. Джимми, до тех пор, пока я буду проповедовать тебе здесь, мне нужно было знать твое имя. В вашем духе нет страха, если вы рождены свыше Если вы не рождены свыше, то он там есть У нерожденного свыше человека там есть аппарат веры Но поскольку он не подключен к Богу, то вместо того, чтобы иметь веру, у него там страх Вместо того, чтобы иметь любовь, у него там ненависть Вместо того, чтобы иметь верность, у него там разочарование Но когда он рождается свыше, все становится новым И теперь вместо страха у него есть вера, любовь Божья, излита в его сердце Духом Святым. И где находится страх? Он находится в его душе, в его разуме, в его воле и в его эмоциях. И страх может попасть в ваш дух, если вы будете продолжать вкладывать его туда, говоря слова страха и поступая на основании страха. Говоря слова страха и поступая на основании страха. И именно тогда рожденный свыше верующий начинает развивать фобию, страх и приступы паники. Вам незачем иметь с этим ничего общего. А как верующий вкладывает страх в свою душу? Что ж, прежде всего, нарушая завет любви. Совершенная любовь изгоняет страх. Нарушенная любовь открывает для него двери. И страх присутствует там не только тогда, когда вы испуглены. Он присутствует там постоянно. Пора ухватиться за надежду. Давайте посмотрим первое послание от Тимофея. Мы прочитаем сегодня несколько мест Писания, а завтра закончим все то, что не успеем завершить сегодня. Первое Тимофея 6.10. И давайте прочитаем вплоть до 19 стиха. Ибо корень всех зол есть сребролюбие. Не деньги, а любовь к деньгам. Вы можете любить деньги и не иметь ни копейки. Вы можете иметь денег на все больше, чем достаточно, и не любить их. Вы используете деньги, чтобы любить людей. Вы не используете людей для того, чтобы получить деньги. Хорошо, читаем дальше. Сребролюбие, которому предавшись... Вот против чего Бог. Предаться этому. Сильно желать этого. Значит, любить это. Любить это. Значит, предаваться этому. Сильно желать этого. И с вещами то же самое. Не стоит начинать говорить так. Я просто люблю свою машину. Я люблю свой дом. Это всего лишь вещи. Они предназначены для того, чтобы ими пользовались и наслаждались. Но ваша любовь, понимаете, действующая в вас, это любовь Божья. Та любовь, о которой Иисус сказал. Отец. В той же 17 главе Иоанна. Отец, та любовь, которой ты возлюбил меня, пусть будет в них. Вы это слышали? Отец. 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 Я иду на крест, чтобы ты мог считать их такими же совершенными, каким являюсь я. По благодати и по благодати и по моей любви, и по моему слову. И та любовь, в которой ты любишь меня, пусть будет в них. В них. Не просто люби их ей. Но пусть эта любовь будет излита в их сердце Духом Святым. И у вас есть власть любить этой любовью, но вы не можете ее развивать, когда вы продолжаете осознанно или неосознанно применять ее по отношению к каким-то вещам, потому что вещи не могут на нее отвечать. Именно поэтому вы не позволяете своим устам, разве что только из уважения, говорить «я люблю свою машину». Вы не любите свою машину. Что Писание говорит об этих вещах? Оно говорит «это работа Господа, и это дивно в очах моих». Когда вы впервые отдаете машину, сеете, когда вы впервые настолько благословлены Богом, что вы заходите в банк и делаете, как сделал я, я вернул им последние 55 долларов, которые я был должен. Глория сказала, что я, должно быть, начал брать взаймы еще на свой трехколесный велосипед в детстве. Она вышла замуж за меня и за мои долги. Но когда мы об этом узнали, мы начали отдавать десятину. Говорю вам, если у вас финансовые трудности, не начинайте просто хвататься за все подряд. Страх заставит вас делать что-то глупое. Страх заставляет вас заключать глупые сделки. Страх заставляет вас обесценивать свою собственность. Не смейте этого делать. Бог всемогущий знает ценности и стоимости этой собственности. И Уолл-Стрит не может никому диктовать, сколько она стоит. Исаак сеял во время голода и получил стократный урожай. И Бог сказал ему, когда наступил голод, никуда не уходи, не иди в Египет, как сделал твой отец. Я исполню клятву, которую я отдал твоему отцу Аврааму. Оставайся там, где ты сейчас. Почему? Почему он вам это говорит? И послушайте меня. Брат Кеннетт, в такие времена церковь, у которой есть Эдемский завет, слава Богу, благословение Авраама, нам пора подняться и верить Богу. Деньги будут приходить через нас, а не через Уолл-Стрит. Вот куда они должны были приходить в первую очередь. Бог, мне нужно помочь моему соседу, он может потерять свой дом. Бог, помоги мне. И вам лучше приготовиться. Бог поможет вам сделать это быстрее, чем Он поможет вам рассчитаться за ваш собственный дом. Знаете почему? Это семя стоит в сто раз больше. Его стоимость в сто раз больше. Оно стоит больше, чем просто денег. Именно поэтому Бог и сказал, что это блажение или более благословенно отдавать. А сейчас Он говорит о благословении. Теперь вы знаете, о чем Он говорит. Благословение Авраама через Христа Иисуса распространилось на язычников. Это было главное благословение в Эдемском саду, когда Бог сказал, «Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю этим садом». Иисус сказал, что даяние, а не принятие, высвобождает главное благословение. Принятие приходит от главного благословения. Его увековечивает именно даяние. Он не говорил о том, что блажение давать, нежели принимать. Таким образом. А когда вы это говорили, все знали, что это не так. Для плодского разума это не так. Но в мире веры вы сеете это семя. И вы высвобождаете свою веру. И ваш страх просто вылетает за дверь. И вы говорите, мой отец любит меня. Я поливаю эту почву. Слава Богу, я решительно настроен быть доброй почвой. Слово Божие посеяно в меня. Я отказываюсь иметь страх. И сейчас я сражаюсь с добрым сражением веры. Я ухватываюсь. Берусь за лежащую передо мной надежду. Я благословлен. Я благословлен при входе. Я благословлен при выходе. Я благословлен на поле и в городе. Да, но, брат Коплан, сейчас экономический кризис. Не в моем доме. В моем доме главное благословение. Я не присоединяюсь к вашим кризисам. Я присоединяюсь к силе, чтобы изменить этот кризис, а не быть нокаутированным им. Страх навлечет кризис на ваш дом. Даже когда он не должен был на него приходить. Не присоединяйтесь к нему. Средство массовой информации не является вашим источником. Послушайте. Больше всего они любят контролировать вашу жизнь. Если они могут контролировать вашу жизнь, они могут получить ваши деньги. А деньги – это все, чего они хотят. Если Бог контролирует вашу жизнь, и Он получает ваши деньги, у Него денег больше, чем у вас. Он имеет гораздо больше, чем имеете вы. Это гораздо лучше того, чем имеем мы с вами. И каждый раз, когда вы сеете, оно становится лучше. И каждый раз, когда вы сеете, оно становится лучше. И в один прекрасный день ваш мусор будет лучше того самого лучшего, что у вас когда-либо было. Если бы я мог подойти к вам, и у вас были все эти проблемы, знаете, что было бы первым, что я бы вам сказал? Молчите. Ничего не говорите. Да, но... Нет, не говорите ни слова. Вы не отвечаете требованиям для того, чтобы сейчас говорить. Да, но я знаю Иисуса как Господа. Я знаю, поэтому молчите. Вы крещены в Духе Сытом? Да, аминь. Я знаю. Я все это знаю. Я это знаю. Замолчите. Итак, первым делом. Избавьтесь от страха. Отключите свой телевизор. Не бегите с корабля. Не сбрасывайте все свои ценные бумаги. Не пытайтесь избавиться от своего дома. Не злитесь и не говорите. Ах, дьяволу их всех. Мне с самого начала не нужно было связываться со всеми этими долговыми расписками. В любом случае, там указано ваше имя. Там стоит ваша подпись. И ваше имя также записано в книге жизни Агнса, брат. Поэтому вам придется поступать честно. Вы уединитесь. Вы обыщите весь дом. И вы найдете что-то, чтобы отдать десятину. Вы отдаете десятину не с того, что вы уже получили. Вы, вера, даете десятину с того, что у вас должно быть. Вы приходите перед Иисусом, который является первосвященником по чину Мелхиседека, который встретил Авраама с хлебом и вином и сказал, будь благословлен, Авраам. Затем пророк Малахия сказал, принесите все десятины. И посмотрите, говорит Господь, не изолью ли я на вас благословение. 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 Благословение Авраама. Вы наследники этого обетования. Начните думать об этом обетовании. Успокойтесь и помолчите. Если у вас в сердце есть горечь, не открывайте свои уста и не лгите на истину. Молчите, вложите в свои уста Слово Божие, держите его у себя перед глазами, выключите телевизор, выбросьте все эти газеты, поломайте все кредитные карточки. Молчите, вы пока еще не готовы говорить. Покайтесь. Придите перед Иисусом, драгоценным, честным, верным и праведным первосвященником, который любит вас, больше, чем самого себя, и будьте честными. Вы приходите туда не для того, чтобы осуждать себя, а для того, чтобы судить себя. Называйте грех грехом, а не ваши проблемы. Господь работал над этим. Что это означает? Что вы лжете всего пять раз вместо восьми? Встаньте на колени. Вам нужно лечь на пол и лицом вниз, и просто быть честным. Вы пока еще не готовы разговаривать с Иисусом. Поговорите с самим собой. Ты клевещешь за чужой спиной, занимаешься стяжательством, лжешь. Вы говорите всем, что будете там в 8.00, но вы знаете, что вы притягиваете себя туда в 8.15. Вы лжете каждое утро. Если бы не Божья благодать, вас бы уволили не на прошлой неделе, а еще два года назад. А вы говорите, они искали, к чему бы придраться. Они искали, к чему бы придраться. Они не могли вас найти, пока вы лежали дома в кровати. Вы верующие, они должны сверять по вам часы. Вы верующие. Но мне нужно было уложить волосы. Да что такое с вашими волосами? Кому какая разница, как выглядят ваши волосы? Боже мой! Вы проводите отличное молитвенное время перед Богом. И Бог наполняет вашу комнату, а потом теряете все это перед зеркалом за 15 минут, потому что не можете ничего сделать со своими глупыми волосами. Теряете Божье посещение. Боже мой! Нет, вы не говорите с Богом. Вы не говорите со мной. Вы говорите с собой. И вы приводите себя в состояние покаяния. И говорите, Господь, здесь работают какие-то вещи. Я не уверен, что знаешь, что это за они, но я удалю это. Чтобы это не было, и я отдаю себя в твои руки, Иисус. Теперь вы отвечаете требованиям, чтобы говорить с ним. И я каюсь в этом. Показывай это мне. Я сразу же покаюсь. Положи охрану уста моим, чтобы я не согрешал против тебя. Положи охрану. Стражу мне. Чтобы я не судил других людей. Я не являюсь чьим-либо судьей. Я хочу милость, и я даю милость. Я не сужу, чтобы не быть судимым. Я сужу себя, чтобы мне не быть судимым с этим миром. Это 1 Коринфянам 11 глава. Читайте это, изучайте это, пребывайте в этом. И затем что-то всплывает. Вы видите это. И вы говорите, я не хочу это делать. Вы отключите Духа Святого, так что Он перестанет показывать вам такого рода вещи. Просто сразу же остановитесь и скажите, я каюсь. Я беру власть над своей плотью. Во имя Иисуса. Бог, помоги мне. Бог, помоги мне. Помоги мне больше никогда этого не делать. Каждый раз, когда это будет происходить, это будет против моей воли, и я сразу же покаюсь. Даже если мне придется покаяться. Публично я больше не буду этого делать. И обрежьте это. И вы можете сказать. Сказать. Гордость, ты отвратительный дьявол. Убирайся от меня. Жадность, я запрещаю тебе. Я тот, кто дает, а не тот, кто берет. Я тот, кто прощает, а не осуждает. Я не знаю, где я тебе, Господь, больше всего нужен, но я готов. Минимальная зарплата, какая разница. Мои нужды восполнены моим даянием. Я не зарабатываю на жизнь. Твое слово говорит, кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Вот ваши средства к существованию. Мы живем верой. Мы не зарабатываем на жизнь. Как вы приняли спасение? Вы его заработали. Как вы его получили? По благодати и по вере. Разве не так? Как вы получили крещение Духом Святым? Вы его заработали? Как вы его получили? По вере, по благодати. Аминь. Разве не так вы его получили? Как вы получили свое исцеление? Вы заработали свое исцеление? Нет, 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 нет. Как вы его получили? По благодати, по вере. Что заставило вас думать, что вам придется зарабатывать свои деньги? Ну, я должен зарабатывать на жизнь. Я должен зарабатывать деньги. Я заключаю сделки. Я должен преуспеть в этом мире. Нет, нет, нет. Это нечестивые преуспевают в этом мире. Они собирают богатство. Они зарабатывают деньги. Они думают, что они должны зарабатывать деньги. Что они должны иметь деньги, чтобы быть благословленными. Что они должны быть богатыми для того, чтобы быть благословленными. Но мы благословлены не потому, что мы богаты. Мы богаты, потому что мы благословлены. Притча 10.22. Благословение Господне, оно обогащает. Оно это делает. Оно зарабатывает на жизнь. Оно заключает сделки. Оно приносит преуспевание. Оно сделает вас. Вы обязаны всем не самим себе. Вы обязаны всем вере. Вы обязаны всем благословению. Вы благословение, которое идет куда-то, чтобы быть благословением. Вы идете куда-то не для того, чтобы делать что-то. Вы идете куда-то, чтобы быть чем-то. Восьмая глава 2 Коринфянам говорит, что вам нужно изобиловать также и этой благодатью. Что Иисус, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетой. Что значит быть богатым? Иметь больше, чем достаточно. Больше, чем достаточно того, что требуется вам. И вы берете то, что у вас есть, и вы даете. И вы вкладываете это в Божью работу, и вы вкладываете это в других людей. И чем больше вы вкладываете, тем больше вы получаете. И ваши нужды просто оказываются поглощенными где-то этим. Вы приходите к тому, что не обращаете никакого внимания на свои нужды. Почему? Вы слишком заняты тем, что обращаете внимание на других людей, у которых есть нужды. У вас нет никаких долгов. Вы не берете взаймы деньги. Если вы берете взаймы деньги, вы должны преклонить колени перед каким-то вавилонянином. И это вавилонская система. Нет, вы не берете взаймы. Вы даете. Вы даятель. Вы тот, кто сеет семья и пожинает урожай. Вы прощаете. Именно поэтому вы имеете милость. Вы не судите людей. Вы и милостивы. И вы получите милость. Что вы сеете, то вы пожинаете. Аминь. Мы не зарабатываем на жизнь. Праведный будет жить верой. Вас дайте Господу хвалу. Аллилуйя. Здравствуйте, я Каннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Откройте вместе со мной в своей Библии 111-й Псалом. Аллилуйя. Блажен или благословлен муж, боящийся Господа, уважающий Господа всем своим сердцем и крепко любящий заповеди его. Сильно будет на земле семя его. Род правых благословится. Обилие и богатство в доме его. И правда или праведность его пребывает вовек. Слава Богу. Вот человек, дом которого полон обилия и богатства. И при этом его праведность остается неповрежденной. Хвала Господу. Во тьме восходит свет правым. Блак он и милосерд. И праведен. Добрый человек милует. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы, злых известий. Сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его. Он не убоится. Слава Богу. Вы в такой форме? Что ж, я могу вам сказать, как стать такими. Слава Богу. И вам нужно устремиться к этому. Оно не так трудно, как вы думаете. Но это требует тренировки. Это требует размышления над Словом Божьим. И говорю вам, мы входим в самый опасный год в истории человечества. И в самый славный год в истории человечества. И без больших сражений у вас не бывает больших побед. И мы входим в величайшие победы всех времен. Оставайтесь сейчас со мной. И вы узнаете, как сделать свое сердце твердым. Итак, сегодня мы говорим о том, что вы делаете, когда обрушивается буря. Вы вдруг оказываетесь оглушенными чем-то. На фондовой бирже крах, у вас умирает собака, ломается стиральная машина. Когда вы зашли утром в гараж, у вашей машины было спущено два колеса. И вы забыли заправить машину. Вы опоздали на работу. О, Господь. И вы думаете, я уже больше не могу. Делайте то же самое, что делал апостол Павел. Он сказал, я ничем из этого не движим. Аминь. Прежде всего, перед тем, как мы пойдем дальше, это может звучать чем-то элементарным. Так и есть, но вам придется это знать. И большинство людей этого не знает. Откройте вместе со мной 126-й псалом. Я научу вас тому, как засыпать. Я не спал годами. Я не знал, в чем было дело. Я знал, что что-то было не так. Я просто не знал, в чем было дело. Даже будучи ребенком, я не спал. Меня каждый вечер клали в кровать в 9 часов. Но я засыпал только к 3 часам ночи. Я изучал потолок, а в 6 часов меня уже будили. Я так сильно не досыпал, и мои родители не знали, почему я был зол на весь мир. И это открыло двери для разного рода вещей. Понимаете? Сатана не может просто так запрыгнуть на вас и делать все, что ему захочется. Но если ему удастся заставить вас злиться, если ему удастся заставить вас говорить какие-то вещи, если ему удастся заставить вас поступать на основании страха, тогда вы разрешите ему, и он залезет в вашу жизнь настолько далеко, насколько вы ему позволите. Я имею в виду, что вы можете открыть дверь и посадить его на заднее сидение. Но вскоре он захочет сесть за руль. Он такой. Он такой. Он самое ничтожное существо на этой земле. Он вам не друг. И страх не является благословением. Итак, 126-й псалом. Мне пришлось научиться засыпать верой. Я слышал, как один раз... Кейт Мур говорил об этом. И это действительно мне помогло. Я ложился вечером спать. Я не мог выключить свой разум. Я по полночи проповедовал в своем разуме. Я бодрствовал день и ночь. И это в конечном итоге начало сказываться на моем здоровье. И затем мне пришлось верой выбираться из этого. Понимаете? Но я здесь, чтобы сказать вам, что Слово Божье работает. Слава Богу, я сплю, как младенец. Боже мой, я отсыпаюсь. Аминь. Кейт Мур сказал. Понимаете, беспокойство – это грех. Потому что Слово Божье приказывает выступать против него. Не беспокойтесь ни о чем. Но во всем воздавайте благодарение Богу. Во всем. Да, но. Вот опять на пути встают ваши да, но. Он сказал. Что бы вы подумали о человеке, который подошел к шкафу с папками и просмотрел все папки от первой до последней, затем от последней до первой, а затем снова от первой до последней, а затем от последней до первой, почесал свою голову, затем достал из шкафа все папки, положил их на пол, и затем по одной снова составил их в шкаф. Не знаю, что вы ищете, но этого там нет. Ответом на данную ситуацию, ответом на вашу финансовую ситуацию, не является политический ответ. Это просто политические разговоры. Потому что если бы политики могли финансово на что-то влиять, то никогда бы не было никаких плохих финансовых времен. Ни один политик не допустил бы этого во время своего срока. Послушайте, нищета – это не финансовая проблема. Вы можете вбрасывать деньги в нищету, и все, что вы получите, это куча нищих людей с деньгами, и вы получите еще только большую неразбериху. Это духовные вещи. Нищета является частью проклятия. Немощь и болезнь является частью проклятия. Смерть является частью проклятия. А Иисус искупил нас от проклятия. И ответом на все эти вещи является Слово Божье. И вы, лежа ночью в кровати, просматриваете все эти папки в шкафу своего разума, от первой до последней. От последней до первой, от первой до последней, от последней до первой. Боже мой, что я буду делать? Вы задаете неправильный вопрос. От последней до первой, от первой до последней, дорогие. Там этого нет. Поэтому вы можете просто спокойно уснуть. Ну, я просто не знаю, что я буду делать. О, брат Коплин, что я буду делать, что я буду делать, что я буду делать? Я скажу вам одно, что вы будете делать. Вы всю ночь не будете спать, затем, встав утром, вы будете все утро ворчать и раздражаться, а потом отправитесь в таком состоянии на работу и будете влиять на всех остальных. Пройдет не так много времени, вас просто уволят. И тогда вы уже точно не сможете спать. Что происходит? Ваш разум и ваше тело заглушают ваш дух. И ваша вера оказывается угнетенной и подавленной. Так что Бог не может прорваться к вам с ответами. Но у сатаны есть доступ к вашему внутреннему совету, потому что вы верите тому, что вы чувствуете, и на вас оказывает влияние то, что вы видите. Вы можете выбраться из этого за 30 секунд. Для этого требуется качественное решение. Качественное решение – это решение, которое не оставляет пути для отступления, и которое больше не обсуждается. И с этого дня я не движим тем, что я вижу. Я не движим тем, что я чувствую. Я движим только тем, во что я верю. Я верю Слову Божьему. Я больше не являюсь человеком страха. Я вошел в покой Божий. Вера покоится. Пока все остальные рвут и мечут. Вера покоится. Я сейчас продемонстрирую вам это. А затем я вернусь к этому. И я покажу вам не только, как засыпать, но я покажу вам, как браться, ухватываться за надежду. Я покажу вам, как применять свою веру. Как мне это делать, брат Коплант? Просто лежите там ночью до тех пор, пока вы не встроите это в свое сознание. Просто берите свою Библию, и самым последним делом, после того, как вы уже помолились, и сделали все остальное, перед тем, как выключить свет, «У вас есть 126-й псалом». И второй стих говорит «Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, и едите хлеб печали». В еврейском тексте написано «Едите хлеб тяжелого труда». Бог не предназначал вам зарабатывать на жизнь, в поте лица. Нет, это было частью проклятия Адама. Иисус искупил нас от этого проклятия. Мы зарабатываем на жизнь, давая. Да, мы работаем. Я работаю в вере усерднее, чем когда-либо раньше, когда я пытался заработать на жизнь. Но есть разница. Я выполняю поручения. Я работаю не для того, чтобы заработать на жизнь. Я владею частью этой компании. Аллилуйя. Аминь. Понимаете, если мой отец куда-то меня посылает, я не завишу от того, что они мне там платят, потому что мой отец владеет этим бизнесом, и он посылает меня туда, чтобы принести туда благословение. Он посылает меня туда, чтобы принести в то место Духа Святого. Аминь. Он позаботится обо мне. Минимальная зарплата или никакой зарплаты, какая мне разница. У меня есть моя доля в этой компании. Аллилуйя. Аминь. Мы от Царства Божьего. Мы не в этой вавилонской системе. Мы там, чтобы благословить вавилонскую систему. Итак, вот оно. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, беспокойства, заботы, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Второй стих 120-го Псалма говорит, что... Давайте откроем его. Не закрывайте 126-й Псалом, а также откройте 120-й Псалом. Там сказано, «Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя. Хранящий вас не спит на работе. Итак, я собираюсь лечь спать. Я собираюсь уснуть. Нам незачем обоим не спать. Он не спит. Мне зачем не спать? Аминь». Поэтому я просто ложусь и говорю, «О, я возлюбленный моего отца». Слово Божие называет Иисуса возлюбленным. И оно говорит, что мы во Христе. И затем оно говорит о нас, как о возлюбленных, понимаете? Он любит меня так же сильно, как он любит Иисуса. Итак, что я говорю? Первое, что вам придется сделать, это поверить любви. Ну, брат Коплант, я знаю, что он вас так любит, но вы не знаете меня. Исходя из того, как вы говорите, я рад, что не знаю. Вы не думаете о себе слишком много. Но вам нужно начать думать скромно, трезво, по мере веры, какую вам уделил Бог. Вам нужно перестать смотреть на себя так, как вы привыкли на себя смотреть. Вы теперь являетесь рожденным свыше чадом Божьим. Того старого человека больше даже не существует. И вы должны помнить тот день, в который вы умерли. Говорю вам, «Тот уличный грешник, которым я был, умер в северном Литтл-Роке, штат Арканзас, незадолго до восьми часов вечера 2 ноября 1962 года. И я возвал к Иисусу, и Иисус все исправил. И я позвонил Глории, и, запинаясь, пытался сказать ей, что только что со мной произошло. Я, 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 я... Знаете, я не знал, что сказать. И, наконец, когда я, наконец, мог это сказать, она закричала «Аллилуйя!» Я спросил «Что?» Как оказалось, она приняла спасение двумя неделями раньше, и ничего мне об этом не сказала. Но, понимаете, она выросла в церкви, которая была известна тем, что ни во что не верила. Поэтому она никогда не слышала о рождении свыше. Она не знала, что с ней произошло. Я знал, потому что я был правильно научен. Это не была вина моих родителей, что я стал таким, каким я стал. Я взбунтовался в возрасте девяти лет. Самое глупое, что я когда-либо делал. Но благодарение Богу, Бог был милостив ко мне. Аминь. Что ж, я стал новым человеком. Я этого не знал, но я им стал. Со временем я начал сильно полагаться на новое рождение, которое теперь было внутри меня, на вечную жизнь, которая жила внутри меня. Я был рожден свыше не от тленного семени. Мне пришлось начать постоянно думать о том, что внутри меня живет Бог, а не о том, что Бог где-то там далеко, и мне нужно, чтобы Он пришел сюда. Нет, нет, Он уже пришел, и Он вселился внутрь меня. Являюсь ли я каким-то олохом, который просто пытался поднять себя на уровень Бога? Нет. Он воскресил нас и посадил с Ним на небесах, поэтому займите свое место. Займите свое место. Ну, Копланд, вы просто стянули тогда Бога на свой уровень. Вы просто стянули Его на свой уровень. Нет. Он по своей собственной воле опустился сюда, на наш уровень. Это история креста. Поэтому начните думать трезво. И скажите, Отец, и вам нужно быть внимательными с этим. Если мы это сделаем, вы уснете прямо там, где вы сейчас находитесь. Вы скажете, я активирую это на потом. Я серьезно. Сейчас. вы просто говорите, Отец, напрасно мне рано вставать и поздно просиживать, беспокоясь и варясь во всей этой неразберихе, о которой кричит этот мир. Я как брат Билл Уинстон, я не собираюсь участвовать в их неразберихе. Я живу здесь, в Царстве Божьем. И здесь все в хорошем состоянии, слава Богу. И я принимаю это. Напрасно мне это делать, поэтому я не буду этого делать. Я знаю, что ты не спишь, поэтому незачем не спать и мне. Я так благодарен, что я твой возлюбленный, и ты мой возлюбленный. Я принимаю твою любовь. И что ты, Господь, сказал? О, да. Возлюбленному своему он дает сон. Спасибо тебе. Я принимаю дар сна. и я вхожу в покой Божий. Разум, успокойся. Ты уже спишь. Просто замолчи и успокойся. Не думай. Во имя Господа Иисуса Христа я принимаю мой покой. И пока я сплю, что я буду делать? Я скажу вам, что я буду делать. Я буду спать. Вот что я буду делать. И вопрос в том, что будет делать Бог? Бог будет делать именно то, что Он сказал, что будет делать. Ну, брат Копланд, что Он сказал, что будет делать? Что ж, я скажу вам через минуту. Смирить себя под крепкую руку Божью. Это 1 Петра, 5 глава, 6-7 стихи. Значит, возложить свои заботы на Него. Разве Он просил бы вас возложить свои заботы на Него, если бы Он собирался отказаться их брать? Нет, Он сказал, вы, труждающиеся и обремененные, придите ко мне. Мое бремя легко. Моя ноша не тяжела. Да? Аминь. Я возьму вашу ношу, если вы только принесете ее мне. Ну, если бы Он взял хотя бы половину ее, я был бы в порядке. это не что иное, как гордость. И вам нужно прекратить это. Хорошо, хорошо, хорошо. Я возлагаю все мои заботы на тебя, Господь. Спасибо тебе. Это больше не мои заботы, они в твоих руках. И что Он скажет? То же самое, что Иисус ответил прокаженному, прокаженному, который спросил, я знаю, что ты можешь Меня исцелить, если ты хочешь. Иисус ответил, хочу будь сделан целостным. Иисус сказал, я возьму ваши заботы. Скажите это. Он берет Мои заботы, поэтому Он является тем, кто заботится обо Мне. Вы верите в это? Это 1 Петра, 5 глава, 6-7 стихи. Где Он это сказал? Вы верите? Верно? Скажите, это Моё. Я верю в это. Я отказываюсь касаться этой заботы. Сатана использует заботы этого мира, чтобы украсть из меня Слово Божие. Я не прикасаюсь к этой заботе. Это не мои мысли. Когда ко мне будут приходить эти мысли, я буду запрещать им и не буду пускать их в свой разум. У меня есть власть над моими мыслями. Вы не возьмете власть над своими мыслями посредством других мыслей. Вы берете власть над своими мыслями посредством слов. Почему? Вы были сотворены таким образом. Начните считать про себя в разуме от 1 до 10. Начинайте. А теперь скажите вслух свое имя. Что случилось с вашим счетом? Вы проделали весь этот процесс. Номер один. Вы были послушны тому, что я сказал. Номер два. Когда я это сказал, вы приняли решение и переключились с мыслей на слова. Когда вы переключились с мыслей на слова, вы сказали то, что я попросил вас сказать. Вы не придумали что-то другое. Вы сказали то, что я попросил вас сказать. И когда вы сказали то, что я попросил вас сказать, тогда ваши мысли остановились. Иисус сказал, не заботьтесь или не принимайте мысль говоря. Разве он так не говорил? Что же, справедливо и обратно. Вы принимаете мысль говоря ее, и изменяете свой образ мышления на его образ мышления, принимая решения, принимая его мысли и говоря их. Принимайте его мысли и говорите их. Принимайте его мысли и говорите их. Принимайте его мысли и говорите их. До тех пор, пока вы не станете опытными и умелыми в этом, вам придется говорить это слово вслух практически постоянно, потому что ваш разум был натренирован и привык к другому. Он говорил вам и говорил вам и говорил вам, и вы потакали этому, возможно, годами. Поэтому вам придется сломать эту привычку, новой привычкой вкладывать в свои уста Слово Божье. Оно будет входить в ваши уши, затем оно попадет в ваше сердце, и когда оно попадет в ваше сердце, и попадает в ваше сердце, и попадает в ваше сердце, и оно оказывается там в избытке, и в конце концов оно будет выходить из ваших уст так, что вам даже не нужно будет принимать для этого решение, или фактически принимать эту мысль. Что произошло? Вы изменили свой образ мышления. Это процесс. Это может занять какое-то время, но вы придете к тому, что сможете делать это практически мгновенно. О, я вижу, где я мыслил об этом неправильно. Я вижу, да, Господь, я приму это. Впредь я буду думать именно так. Аминь. Нет. Напрасно мне рано вставать и поздно просиживать, беспокоясь и питаясь печалью. Бог будет бодрствовать, Он обо всем позаботится. Он так сказал в 120-м псалме, Он так сказал в 1-м Петра, 5-й главе, 6-м и 7-м стихах, поэтому Слово Божие сказало мне, что Он позаботится об этом. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». То, о чем мы будем сегодня говорить, безмерно поможет вам. Я ожидаю грандиознейшее время в вещах Божьих, и наше будущее, оно сейчас. Вы это понимаете? «О, брат Копланд, как насчет всего того, что здесь происходит?» А что насчет этого? В Библии всегда это было написано. Вавилон разваливается на части. Задумайтесь над этим. И что? Царство Божие не разваливается на части. И когда все остальное разваливается на части, именно тогда ясно видна слава Божья, слава Богу. Разве вы не помните? В начале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Слово стало плотью и обитало с нами. И Его зовут Иисус. И Он есть свет миру. Он есть дверь. Он есть путь, истина и жизнь. Слава Богу. Да, аминь. То, о чем я проповедую, делает меня счастливым. Аллилуйя. Вы можете иметь то же самое. Говорю вам. Когда было настолько темно, Бог не стоял там и не говорил, «О, так темно!» Нет. Он сказал, «Свет, будь!» И Его слава пронзила всю эту тьму и принесла славный свет Его жизни. И я верю, что слава будет сиять. Слава Богу. Знаете, я просто говорил это снова, снова, снова и снова. И весь год придется говорить то же самое. И через год мы обернемся назад и воздадим Богу хвалу и славу, так или иначе. Мы будем либо здесь, либо в славе, и где бы мы ни были, мы будем делать то же самое. Вот сегодняшнее послание. Послушайте. Братца, ухватываться за надежду. Хорошо, Деяние, 27 глава. Пока вы ее открываете, вы можете записать эти места Писания. Я их вам быстро прочитаю. 6 глава, послание к евреям. Слава Богу. Я прочитаю 13 стих. Послание к евреям. 6, 13. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой, говоря, «Истина, благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя». Итак, Авраам, долго терпев, получил обещанное. Почему ему пришлось ждать, чтобы получить это обетование? Потому что он не знал, о чем говорил Бог. Он должен был научиться тому, как в этом ходить. В то время никто особо хорошо Бога не знал. Сим знал. Он был Мелхиседеком, лорд-мэром Иерусалима и главой школ пророков. Но Авраам, который был его преемником, которого Мелхиседек или Сим благословил и передал ему благословение, Авраам жил в городе Уре, где они поклонялись Луне. Это все, о чем он что-либо знал. И потом он последовал за Богом, которого не знал и не мог видеть. И он последовал за Богом в другую страну, не зная, чего он ищет, когда уходил. Ему потребовалось некоторое время, чтобы получить обещанное. Но у нас есть Библия. Вас не должно это занимать так много времени. Люди клянутся Высшим. И клятва в удостоверение оканчивает всякий спор их. Как только был резан, заключен Кровный Завет, это больше не оставляло никакого места для спора. Поскольку кровь, кровь Завета, это серьезно. И Богу не нужно было резать, заключать в крови этот Завет. чтобы сделать обетование более истинным. Бог не может лгать, поэтому это не могло быть ложью. Но Он поклялся об этом на крови для того, чтобы поставить на якорь разум Авраама, так чтобы Он мог поверить в это. Аминь. Итак, послушайте внимательно. «Посему и Бог желая...» Скажите, мы сейчас узнаем волю Божью. Бог когда-либо изменяется? Если это когда-либо было Его волей, оно по-прежнему и является для всех людей на все времена. Он нельцеприятен. Он уважает веру. Веру во что? В Завет, который Он заключил. В Его Слово. Бог, желая преимущественнее, показать наследникам обетования, вам стоит это подчеркнуть. Или как-то еще отметить это в своей Библии. Пусть это четко отложится в ваше мышление. Потому что вы являетесь сонаследником с Иисусом. Вы не какой-то маленький, далекий наследник. Вы сонаследник. Вы состоите в совместном владении наследником обетования непреложность или абсолютную невозможность изменения своей воли, своего слова. Желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, которых невозможно Богу солгать, твердое утешение, твердую внутреннюю силу, имели мы, прибегшие, взяться за предлежащую надежду. Скажите это. Я берусь, ухватываюсь за надежду. Итак, этими двумя вещами были кровь и тело, хлеб и вино. Понимаете, именно это держал в руке Мелхиседек, когда вышел к Аврааму. Почему? Потому что он собирался сказать что-то, что было настолько огромным, что Авраам не мог в это поверить. Он сказал, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли». И четвертая глава послания к римлянам говорит нам, что он ему сказал. Он сказал, «Ты, ты владыка, а не Бог». Мы знаем, что Бог является владыкой, но Бог передал это Аврааму, который стал Авраамом, Отцом народов, владыкой неба и земли. Иисус взял это обетование, Он воскрес из мертвых, явился им и сказал, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле». Вы здесь? Вы слышите? Вы сонаследники, поэтому выберите Мое имя, и вы идите по всей земле. Все, что вы свяжете на земле, связано на небе. Все, что разрешите на земле, разрешено на небе. Прибегши взяться за предлежащую надежду, которая для души есть. Итак, надежда – это не что-то, что вы пытаетесь получить, она уже у вас есть. Вера, надежда и любовь уже есть в вашем духе. Если Иисус является вашим Спасителем, потому что они были посеяны в Него нетленным семенем Слова Божьего, когда вы сделали Иисуса Господом. Это семя вашего рождения. Аминь. В вас уже есть вера. Вы не просите у Бога веру. Вы не просите у Бога больше веры. Вы обращаетесь к Слову Божьему. Ученики попросили, «О, умножь нашу веру!» Иисус сказал, «Если бы вы имели веру подобно тому, как вы бы имели зерно горчичное, то вы бы сказали. Вы бы сказали, «Сейте его, и оно будет расти. Сейте его, и оно будет расти». Он уже учил их о зерне горчичном. Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и горчичное зерно растет и становится больше всех злаков, и на него прилетает и садятся птицы. Иисус уже их этому учил. Вы меня сейчас слушаете? Скажите это. Надежда есть во мне. Я процитирую вам это местописание. Не открывайте его, но в 11 главе «Послание к евреям» в оригинале оно звучит так. Вера является осуществлением того, на что мы надеемся. Но если вы не беретесь, не ухватываетесь за надежду, вере нечего делать. Вы будете выстреливать ее бесцельно. Не направлено. Когда я был маленьким, я брал с собой на улицу либо лук и стрелы, либо, если я был у бабушки с дедушкой, я брал с собой свою винтовку, и там собиралась целая стая черных дроздов. Они прилетали и садились на деревья. И просто все портили. Их там были тысячи, тысячи. И я стрелял по дереву, но ни в одного из них не попадало. Я подумал, почему так получается? Потому что я не целился в них, я просто стрелял туда. Итак, послушайте. Послушайте. Настоящая библейская надежда это план, это картина, это внутренний образ того, что осуществит вера. Позвольте мне вам это показать. Мы все еще в послании к евреям. Итак, послушайте это. Бог, давая обетование Аврааму, Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетование, если вы во Христе, то вы семя Авраама и по обетованию наследники. Тогда возьмитесь, ухватитесь за предлежащую надежду. Что это за надежда, которая лежит перед нами? Обетование. Обетование. Вы обращаетесь к местам Писания, которые покрывают вашу ситуацию. Ну, брат Копленд, что, если я не знаю, где в Слове Божьем покрывается моя ситуация? Это называется молитвой. Когда вы берете Слово Божье и говорите, «Господь открой это мне». Вот ситуация, в которой я нахожусь. Господь, что мне здесь делать? Мне нужно Твое Слово. Мне нужно иметь внутри себя образ того, что будет делать с этим моя вера. Мне нужно видеть себя здесь победителем, а не жертвой. На фондовой бирже крах и все остальное. Потеряю ли я все свои деньги, свою машину и все остальное? Вы устремили свой взгляд на материальные вещи, но пройдет не так много времени, и они все равно сгорят. Из-за чего вы так завелись? Ищите в первую очередь Царство Божье. И все эти вещи придут к вам без всяких долгов. так что уже никто не сможет у вас их забрать. Никто. Аминь. И по мере того, как мы будем продвигаться вперед, мы поговорим о том, что страх делает глупые вещи. Мы это увидим. Итак, надежда – это обетование, которое лежит перед нами, которое для души есть как бы якорь. Ваша душа состоит из вашего разума, вашей воли и ваших эмоций. Ваш дух и ваша душа – это две разные вещи. Ваш дух родился свыше, и все древнее прошло, и теперь все стало новым. Но ваш разум нужно обновить. Ваше тело нужно переучить, чтобы привести эту систему в согласие с вашим рожденным свыше духом. Итак, заметьте, надежда, которая у нас есть как якорь для души, безопасна и крепна, и входит во внутреннейшее за завесу. Этот образ, который вы получаете от обетований в Слове Божьем, и вы начинаете размышлять над этим, и вы начинаете смотреть на это, и вы начинаете видеть, что все немощи, все болезни являются частью проклятия. Вы видите в 28 главе второзакония, а затем в 30 главе второзакония, что когда кто-то забирает у меня мой дом, это проклятие. Когда с моими детьми случается беда, это проклятие. Когда с моей семьей случается беда, это проклятие. Все финансовые проблемы и являются частью проклятия. О, и я искуплен от проклятия. Итак, у меня здесь что-то началось. Понимаете? У меня есть обетование. Христос искупил меня от проклятия закона. И затем Дух Святой поднимется там, когда вы молчите, когда вы размышляете над этим, и вы выключаете этот глупый телевизор и всю эту неразбериху, и все эти разговоры, идущие там ни о чем. И вы начинаете размышлять и размышлять. И вы услышите, как Господь скажет, «Почему бы тебе не посмотреть, что случилось с Валаком, когда он пытался проклясть то, что Бог уже благословил?» Да! Где это Господь? И вы берете свою симфонию библейских слов, «Если у вас нет такой симфонии, то купите ее себе». Есть симфония Янга, есть симфония Стронга. Вам достаточно всего одной или двух книг. Если они достаточно большие, если они охватывают все. Мне нравится симфония Янга. В ней есть все слова английского Нового Завета. Если вы знаете только одно слово, вы находите это одно слово, «И оно все там будет». Что оно означало на еврейском и на греческом языке и так далее. И вы читаете о том, как Валак пытался заставить Валаама проклясть то, что Бог благословил. И тот вернулся и сказал, «Я не могу этого сделать». Валак сказал, «Я продвину тебя, я дам тебе много денег». Валаам ответил, «Мне все равно, что ты мне дашь». Я не могу этого сделать, ты понимаешь? Вы не можете проклясть то, что Бог благословил. К этому времени вы уже, приободрившись, ходите по комнате. О, это является частью проклятия. Все немощи и болезни являются частью проклятия. Поэтому эта проблема с дыханием является частью проклятия. Эта проблема со спиной является частью проклятия. Слава Богу, а я искуплен от проклятия. Сатана, ты не можешь навести это на меня. Во имя Иисуса я искуплен от этого. Ты понимаешь? И первым делом вы начинаете слышать то, что вы говорили. Раньше вы этого не слышали. Вы говорили, «О, Иисус, я молюсь за мой артрит!» Но вдруг вы наталкиваетесь на место Писания, которое говорит, что Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. И вы уже говорите, «Боже мой, это не мой артрит!» Люди подходили ко мне и говорили, «Брат Копунт, вы не помолитесь за мой артрит?» «Я помолюсь за вас!» «Я не молюсь за этот артрит!» «Не за артрит!» «Не за все остальные иты!» «А они все плохие!» «Да, но, брат Копунт, не могли бы вы помолиться за меня!» «Понимаете, вы продолжаете предъявлять на него права!» «Вы не намеревались этого делать!» «Я знаю, но сатана законник!» «Он припишет вам это!» «Но скажу вам, он получил, и получил хорошо, когда вы встали и сказали, «Послушай, дьявол, все это является частью проклятия, а я искуплен от проклятия!» «Я не принимаю ее!» «Я не принимаю ее!» «Ну, вы просто занимаетесь отрицанием!» «Конечно!» «Я не отрицаю существование боли в спине!» «Я отрицаю!» «Не признаю ее права существовать в моем теле, который является храмом Духа Святого!» «Я немного забежал вперед, потому что я прошел через этот процесс, и все, что мне достаточно сделать, это лишь упомянуть это!» «И она просто откатывается от меня!» «Почему?» «Я годами вкладывал это туда!» «Но все, что вы должны сделать, это принять решение!» «И сделать первый шаг!» «И Бог исцелит вас по вере!» «Вы это понимаете?» «Он вменил!» «Засчитал это Аврааму за праведность!» «Просто потому, что тот поверил тому, что он сказал!» «Он пока еще не знал, как!» «Но вам придется быть усердными!» «И держаться этого!» «И продолжать изучать!» «И продолжать возрастать!» «И вы делаете все это не просто до тех пор, пока ситуация на фондовой бирже не улучшится!» «Чтобы потом снова вернуться к старому и постоянно питаться средствами массовой информации!» «Нет, это снова украдет у вас вашу веру!» «И у вас будет крах на фондовой бирже, независимо от того, будет он у них или нет!» «В этом-то и проблема!» «Итак...» «И это надежда!» «Мы ухватились за это!» «Вы все еще в книге Деяний?» «Не закрывайте это место, потому что я хочу снова прочитать вам 6 главу 1 Тимофея!» «Ты же человек Божий!» «И вы помните, он сказал...» «Корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые...» «Любить деньги значит предаваться им!» «Сильно желать их!» «Ты же человек Божий!» «Убегай сего!» «А преуспевай в правде или праведности, благочестии, вере, любви, терпении, кротости!» «Подвизайся добрым подвигам веры!» «Держись в вечной жизни, к которой ты и призван и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями!» «Пред Богом, все животворящим или оживляющим!» «И перед Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание!» «Завещаю тебе!» «Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Богатых в настоящем веке увещевая, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное. Не уповайте на естественные физические вещи. Не практикуйте гнев. Не практикуйте страх. Не злитесь на физические вещи. Не злитесь на свой гаечный ключ, на свой молоток. Не злитесь на свою машину. Глупая вещь. Нет. Не делайте этого. Не практикуйте гнев. Так он постоянно будет оставаться у вас на поверхности и потом вырваться на кого-то. И у вас будут неприятности. Поэтому не практикуйте гнев по отношению к неодушевленным вещам. И не практикуйте любовь по отношению к неодушевленным вещам. Держитесь своей верой, своей надеждой и своей любви и практикуйте ее, практикуйте ее, практикуйте ее до тех пор, пока она не выйдет на первое место. И что бы кто ни говорил, именно это выходит из ваших уст. Аминь. Вы не любите свою машину. Вы не злитесь на свою машину. Вы просто наслаждаетесь своей машиной. Разговаривайте с ней любезно. Я наслаждаюсь тобой. Ты работа Господа. Аллилуйя. Особенно, когда вы выплатили за нее последнюю выплату. И вы выплатили последние семь выплат за один раз. Слава Богу. Выплатив последние 55 долларов, которые я был должен, мы с Глорией более 40 лет живем без долгов. И скажу вам, мне пришлось научиться тому, как жить таким образом. Я сейчас показываю вам тот процесс, через который мы должны были пройти. Сначала я должен был узнать, что это за процесс. Я тоже этого не знал. Но мы должны были практиковать, и практиковать, и практиковать это. Мы получали удары, но мы не были нокаутированы. Мы просто продолжали вставать и говорили, слава Богу. Это не было виной Бога. Это не было виной кого-то еще. Если кто-то что-то и упустил, то это я. И не осуждайте себя. Просто покайтесь и скажите, Господь, покажи мне, где я что упустил. И я это исправлю. Я сделаю все правильно. Я учусь. Как сказал Крефлодоллар, я работаю здесь над чем-то. Слава Богу, я куда-то направляюсь. Аллилуйя. Просто вставайте и устремляйтесь за этим. Продолжайте вставать и устремляться за этим. И когда вы это делаете, вы муж или женщина по сердцу Бога. Он будет в этом вместе с вами. Апостол Павел сказал, нас повергали на землю, но мы не погибли. Он просто продолжал вставать и вставать и сказал, я был избавлен от всего этого. Аминь. Итак, послушайте это. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Чем вы наслаждаетесь? Вы наслаждаетесь тем, что даете какие-то вещи. Вы наслаждаетесь тем, что делитесь какими-то вещами. Вы наслаждаетесь тем, что прославляете Бога, воздаете благодарение за каких-то вещей. Добро пожаловать на очередную передачу «Победоносный голос верующего». Самое яркое, самое восторженное место на телевидении сегодня. Слава Богу. И сегодня здесь все хорошо. Мы здесь вместе. И причиной тому является Иисус. Почему? Благословение Господне, наивысшая форма власти, когда-либо высвобожденное с небес на землю. Слова, которые Бог сказал Адаму в Эдемском саду еще до того, как пришел грех. И когда мы с вами приводим в действие нашу веру, это высвобождает благословение Господне, которое обогащает и печали с собой не приносит. Слава Богу. О, как здорово. Какая замечательная, сильная вещь. И мы с вами посреди этого. Хвала Господу. Поэтому давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое слово. Мы воздаем Тебе хвалу за Него во имя Иисуса. Аминь. Откройте сейчас книгу Деяний. Мы посмотрим на это в великое время бедствия. Боже мой. Спасибо тебе, Иисус. Я поступаю на основании того, что сказал Билл Уинстон. Я беру власть над временем. Мне поручено конкретное задание. И силой Духа Божьего мы это сделаем. Апостол Павел сказал им в 10 стихе «Мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Итак, Бог знал, что произойдет. И апостол Павел увидел, почувствовал это в своем духе. У него было это в его духе. Он знал, что что-то было не так. Он не был моряком, но он знал, что что-то было не так. Собирался ли это Бог навести на них этот шторм, чтобы научить его чему-то? Нет. Бог не является автором всех плохих штормов и всего остального, что является частью проклятия. Ничего этого не было в Эдемском саду. И Эдемский сад – это Божья, совершенная воля для всех людей на все времена. Иисус искупил нас от этого проклятия. Но религиозное мышление сделает вас пассивными. «Ну, наверное, Бог пытался достучаться до меня в отношении чего-то, понимаете? Он насылал на меня все это». Это ложь дьявола. И до тех пор, пока вы так думаете, вы будете просто сидеть и позволять ему выбивать вам мозги. Нет. Но сотник более доверял кормчему. Он верил капитану корабля и начальнику корабля, нежели словам Павла. И Павел не мог развернуться и уйти оттуда. Нет. Он был под арестом. И 14 стих. «Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон. Они уже тогда давали имена ураганам». Это было имя того шторма. Это слово означает «Ежегодный, очень ужасный шторм». А ежегодный шторм это ураган. И они вплыли прямо в эпицентр одного из них. На том корабле не было ни радара, ни спутника. Нельзя было проверить и узнать его местоположение. Они попали в него. И 14 дней они были носимы им. И они 14 дней не видели дневного света, что означало, что их носило по этому кругу. Они не могли оттуда вырваться. Они не могли из него вырваться. Они были в нем. Их просто кружило, кружило и кружило. Две недели. Просто кружило. И 20-й стих. «Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению». Но вспомните, это человек, который сказал браться, ухватываться за надежду, которая лежит перед нами. Значит, он должен был переместить свое мышление, что, как вы знаете, он уже сделал, потому что у него уже было это в духе. Но он пытался заставить их переместить их надежду с этого корабля на Божье обетование. Переместите свою надежду с фондовой биржи и своих пенсионных инвестиций. Понимаете, у Бога нет никакой пенсионной системы. Бог сотворил этот мир, используя еврейский язык. Бог произнес обетование на еврейском языке. В нем нет слова, обозначающие пенсия, потому что ее не существует. В еврейском языке нет слова, обозначающие случайные стечения обстоятельств. Нет никаких случайных стечений обстоятельств. Писание говорит, что незаслуженное, безосновательное проклятие не сбудется. Оно приводится как-то в действие. Почему? Потому что Иисус взял на себя это проклятие и он победил его. Оно не может действовать, если только кто-то не приведет его в действие. Боже мой, этот мир приводит это проклятие в действие день и ночь. Именно так они постоянно бомбардируемы. Хорошо, 22 стих, даже 21. И как долго не ели, то Павел, став посреди них, сказал, «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить открыто, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться». Что он им говорит? «Эй, ребята, принимайте это с радостью». этот проповедник сошел с ума. На фондовой бирже крах, банк разорился, я потерял все, что у меня было, и он говорит мне ободриться. Да, и вам лучше пробудиться и сделать это, или вы потеряете еще больше. Ободритесь, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Итак, Бог проговорил в эту ситуацию, но послушайте. «Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал, «Не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобой». На нем пребывало главное благословение, и это было хорошо для всего того корабля. Но они должны были прислушаться к тому, что он говорил, «Иначе они будут вне его». И они этого не понимали. Они об этом даже не знали. «Сказал, «Не бойся, Павел!»» Что сказал тот ангел? «Не бойся!» «Не бойся!» Посмотрите, что говорил каждый ангел каждый раз, когда он появлялся на сцене. Что они первым делом говорили? «Не бойся!» Что сказал Иисус? «Не бойся!» «Только веруй, и она будет сделана целостной». «Не бойтесь, только верьте! Вы получите все это обратно. Не бойтесь, только верьте! Вы выберетесь из этого. Не бойтесь, только верьте! Вы будете сделаны целостными. Не бойтесь, только верьте! Ваша семья! Не бойтесь, только верьте. Бог верен вам, и ваша семья вернется домой. Возьмите симфонию и посчитайте, сколько раз в Библии говорится «не бойся». Я мог бы вам сказать, но я не буду говорить. Возьмите и посчитайте, сколько раз Бог повелел вам не бояться. Повелел вам! Итак, слушаем дальше. В 14-ю ночь, как мы на Симы были, я хочу, чтобы вы кое-что увидели, и вымеревши глубину нашли 20 сажен. Это все равно еще достаточно глубоко. 20 сажен — это порядка 40 метров. Потом, на небольшом расстоянии, вымеревши опять, нашли 15 сажен. Они знали, что глубина уменьшалась, но по-прежнему 15 сажен. Для корабля тех дней это глубокая вода. Итак, послушайте. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы четыре якоря и ожидали дня. Им хотелось дождаться дня, но этого одного было мало. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля, это были моряки. Им следовало бы знать, что не стоит этого делать. Если они думали, что не смогут спастись на океанском лайнере, то вы, глупцы, как вы спасетесь на глубине в 15 сажен во время урагана? Павел сказал сотнику и воинам, если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись. Оставайтесь на судне. Не бегите со всех ног. Иисус сказал, если мои слова пребудут в вас, если вы пребудете во мне, мои слова пребывают, они живут, они живы в вас. Они то, что в ваших устах, это то, что вы храните в своем разуме. Они живы в вас. Ваша жизнь вращается вокруг этих слов. Вы прислушиваетесь к Богу. Эти воины прислушались к апостолу Павлу, даже тогда, когда думали, что им стоит выпрыгнуть за борт. И они потеряли корабль. Но они все выжили. Здесь что-то работало, о чем они не знали. Но Павел знал. Когда Иисус сказал Петру, забросьте свои сети, Петр сказал, ладно, заброшу сеть. И он забросил прогнившую сеть, которая разорвалась на кусочки, когда в нее набилась вся та рыба. Петр сказал, отойди от меня, я человек грешный. Он знал, что он сделал, но он не думал, что они что-нибудь поймают. В конце концов, он профессиональный рыбак. И этот человек проповедник, что он знает о рыбной ловле? Что ж, Иисус знал о главном благословении. Я хочу вам здесь кое-что показать. Петр сказал, мы тяжело трудились всю ночь. Говорю вам, он вырос в синагоге, он был иудеем. Он знал, что был семенем Авраама, но он ничего не знал о благословении Авраама. Рыбы, животные, деньги, возможности. Люди бегут от тяжелого труда. Рыба убежала от тяжелого труда, потому что тяжелый труд основан на страхе. Тяжелый труд основан на страхе. Вы работаете, чтобы заработать на жизнь. Благодать высвобождает главное благословение. Это то, что сделал Иисус. И рыба устремилась к Нему. Независимо от времени дня, независимо от того, что делали сети, независимо от того, что они сказали, Иисус знал, что произойдет. Потому что верой Он высвободил это благословение. И в сомнении неверии Петр поступил на основании тяжелого труда. Ему не хотелось снова работать. Он работал всю ночь. И он не хотел снова вымывать эту старую сеть. Он просто забросил ее туда. И вот он уже стоит по колено в рыбе. В той лодке. Именно это и произошло. Во время той бури. Те воины и моряки ничего не знали об этом благословении. Они были настолько наполнены страхом, они пытались убежать от одного. Но попали бы во что-то поглубже. Как гласит старая поговорка, из огня до в полыми. Вам просто хочется бежать. Но что делает вера? Вера закрывается, высвобождает главное благословение. Держит этот образ надежды прямо у себя перед глазами. И говорит, это мое. Это обетование мое. Я стою на нем. Я высвобождаю благословение небес. На этом стоит моя вера. Я сею свое семя в отношении удаления этого долга. Во имя Иисуса. Я высвобождаю в него свою веру. На этом стоит моя вера. И каждый раз, думая об этом, я буду говорить, спасибо тебе, Господь, главного благословения. За мою свободу от этого долга. Аллилуйя. Встаньте. Вы поможете мне завершить это, если встанете. Сражайтесь с добрым сражением веры. Номер один. Отложите все, что встает на пути принятия. Послание к евреям, 12 с 1 по 3 стихи, говорит, «Отложить грех и бремя, которые так легко нас запинают». Эти легкие вещи, маленькие вещи, которые прокрались ваши уста, прокрались ваше мышление, прокрались ваши действия. Вам нужно просто вернуться назад и судить себя, хорошенько все это пересмотреть, быть предельно честными с самими собой и с Богом. Не впадайте в осуждение. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Живут не по своим чувствам, но по Слову Божьему. Оттесните свои чувства на второй план. Говорите своим чувствам, как им чувствовать. Не позволяйте своим чувствам говорить вам, во что верить. Затем номер два. Смотрите на Иисуса. Именно это говорит Писание. Отложить всякое бремя, всякий грех. Грех – это нарушение заповеди любви. Когда вы ходите в заповеди любви, тогда вы исполняете весь царский закон. Царский закон – это ходить в любви, любить своего ближнего, как самого себя, и своего брата, как и Христос возлюбил вас. И это хранит этот закон неповрежденным. Это позаботится не только о десяти заповедях, это позаботится обо всех шестистах заповедях. Аминь. Но, как насчет этого греха и бремени? Той ерунды, которая висит на вас. Как насчет этого? Ну, а что это, брат Копланд? Эти вещи перечислены в четвертой главе Евангелия от Марка. Пять вещей, которые использует сатана, чтобы украсть из вас Слово Божье. Заботы века сего, обольщение богатством, обиды. Посмотрите, что там перечислено. И просто примите решение, я не буду таковым. Я не буду в числе этих 75%. Я в числе этих 25%, которые являются доброй землей, доброй почвой. Я охраняю эту землю, эту почву. Я не буду соблазняться или обижаться. Вы не можете меня обидеть. Вы можете обзывать меня кем угодно, но я вошел в завет с Богом. Я отказываюсь быть обиженным. Для того, чтобы быть обиженным, я должен бояться. Нет, это не для меня. Итак, смотрите на Иисуса, автора и совершителя. Того, кто развивает нашу веру. И принимайте от Его служения как первосвященника. Он мой первосвященник. Он Господь над болезнью. Он первосвященник над исцелением. «О, Иисус, исцели меня! О, Иисус, исцели меня!» Вы просите Его быть Господом, а Он уже им является. Вы просите Его победить болезнь, а Он уже это сделал. Господь, я знаю, что Ты первосвященник над исцелением. Ты победил на кресте немощи болезнь. Я принимаю служение из третьей и второй глав послания к евреям. Я причастник Твоего священства. Войдите в этот покой! Теперь вы отвечаете требованиям, когда вы прошли все эти шаги. Помните, я сказал вам на прошлом собрании, держите свои уста на замке. Вы не отвечаете требованиям для того, чтобы говорить до тех пор, пока не удалите оттуда этот страх. Не отойдете от той системы. Не встанете на Слово Божье. Не приведете в действие Слово Божье. Не составите план. Не возьмете за надежду. Не примените веру. Не начнете благодарить своего Бога за это. Во имя Иисуса. Не начнете исповедовать Его Слово. Исповедовать Его Слово. Исповедовать Его Слово. Изменять свои мысли. Теперь вы отвечаете требованиям для того, чтобы говорить. Кем вы отвечаете требованием быть? Дайте мне буквально минуту или две. Вы можете это сделать? О, Иисус! Слава! Слава, 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 слава. Вторая глава. Второго послания к Тимофею. И 111-й Псалом. Второе послание к Тимофею. 2-20. А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные. Послушайте. Это не только сосуды, сделанные из золота и серебра. Это сосуды, которые содержат и хранят золото и серебро. Это сосуды чести. Освещённые. Способные. Я перепрыгнул через стих. Но и деревянные и глиняные. Есть деревянные горшки и глиняные горшки. Одни в почётном, а другие в низком употреблении. Ну, брат Коплант, я просто буду смирённым в этом плане. Полагаю, я просто буду маленьким глиняным горшком. А я просто буду маленьким деревянным кубком. Неужели, по-вашему, у нас без вас, желающего намеренно быть таковым, недостаточно бесчестных христиан теле Христовым? Нет, там не говорится, что Бог одних сделал одними, а других другими. Кто будет чист от всего? Итак, вы очистили себя. Вы прошли через этот процесс. Вы держали свои уста на замке до тех пор, пока не начали отвечать требованиям, чтобы говорить верой. Аминь. Кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей или эгоистичных путей того, как вы мыслили, когда были детьми, убегай. Одержись правдой или праведности, верой, любви, мира, со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым или терпеливым. Слава Богу. Итак, кто вы? Теперь вы золотой сосуд, сосуд чести. Теперь вы человек веры. Теперь вы человек Слова Божьего. Теперь вы готовы. Теперь вы отвечаете требованиям, чтобы говорить. Совершенная любовь изгнала из вас страх, слава Богу. И теперь вы стоите там, и ваши уста наполнены верой, и ваше сердце наполнено любовью. Вы отвечаете требованиям, чтобы быть кем? Теперь вы отвечаете требованиям, чтобы быть серебряным сосудом, сосудом чести, золотым сосудом, и Бог наполнит вас серебром и золотом. Посреди голода. Почему? Потому что вы являетесь помощью и облегчением для голода. Аминь. Для чего вы отвечаете требованиям? Это мое последнее местописание на этой конференции. 111-й Псалом. Протокол и образ преуспевающего, благословленного верующего. Аллилуйя. Блажен или благословлен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди его, сильно будет на земле семя его, род правых благословится. Я наследник этого благословения. Обилие и богатство в доме его, и правда или праведность его пребывает вовек. Вот человек, у которого есть дом. И это не какой-то дом, купленный в субстандартный кредит. Возможно, он так начинал. Но он не начал брать взаймы деньги, чтобы купить дом, который никому не был нужен. Вот человек с домом, в котором обилие и богатство, и его праведность не повреждена. Поэтому очевидно, что он не влюблен в деньги и не уповает на них. Он уповает на Бога. Пятница всегда является днем пожертвований на передаче «Победоносный голос верующего». Господь сказал нам каждую пятницу принимать пожертвования на основании послания Галатам 6.6. «Наставляемый словом, делись или отвечай всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, мог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь, Божью жизнь, зоуе». Здесь стоит греческое слово «зоуе» «Божья жизнь», которая является тем, что делает Бога Богом, и она внутри нас. Иисус сказал, «Я пришел, чтобы вы могли иметь зоуе, жизнь, и иметь ее с избытком, пока она не начнет переливаться через край». Слава Богу! Например, всю эту неделю мы говорили о том, чтобы браться, ухватываться за надежду, которая лежит перед вами. Слава Богу! Именно так вы беретесь за эту надежду. Надежда лежит перед вами. Помните, что вера является осуществлением того, на что мы надеемся, и уверенностью в невидимом. Вера приходит от слышания, от слышания от слова Божьего. Как слышать без проповедующего? Как проповедовать, если не будут посланы? И так далее. Другими словами, никак. Когда помазанный проповедник, который послан учить и принести вам Слово Божье, он кладет перед вами надежду, и затем вы отвечаете и реагируете на эту надежду, вы приводите в действие свою веру. Вы поступаете, вкладываете действие в свое духовное существо, усвобождая пожертвования. Вы начинаете давать. Вы начинаете отдавать это слово людям. Вы начинаете отдавать ему свою жизнь. Вы начинаете прославлять и поклоняться словами своих уст. Но вы также берете от того, что является для вас богатством, вы вкладываете это в распространение этого послания надежды. Вы присоединяетесь к нам, чтобы помочь кому-то еще. Когда вы это делаете, вы приводите в действие Зоэ, Божью жизнь. Вы приводите в действие Зоэ, и эта надежда становится вашей. Вы вложили в нее веру. И теперь она имеет осуществление. Она осуществится. Слава Богу. Отец, открывай, пожалуйста, твоим людям, как они финансово могут участвовать в этом служении. Во имя Иисуса. Аминь. Пусть Бог вас всех благословит. Если вы хотите заказать наши книги, воспользуйтесь информацией на экране. Присоединяйтесь к нам на следующей неделе. И помните, что Иисус – Господь.